Девушки отдыхают Давайте взглянем на эту игру Игра представляет из себя хоррор-шутер Мне эту игру подарили, спасибо Сергей И очень рекомендовали Поэтому я на нее и взгляну И посмотрим, если нам понравится То почему бы и нет Возможно сделаем прохождение по этой игре Я пока что очень мало знаю об этой игре Чтобы делать какие-либо выводы И принимать решения Я знаю только что это хоррор-шутер Который выходил не только на ПК Но и на мобильных устройствах И поэтому управление здесь тоже Более удобное на контроллере Игра поддерживает геймпад И вот допустим на клавиатуре Здесь даже не указаны Какие вообще кнопки есть Что за что отвечает Но я все-таки буду играть на клавиатуре Потому что я хочу поиграть С видом от первого лица Все-таки это шутер Здесь можно выбрать С видом от какого лица Играть С видом от первого Либо с видом от третьего лица По поводу графики Ставим все на максимум В принципе Больше настроек никаких В игре-то и нету Начинаем игру Выбор сложности Пускай будет средняя В игре-то и нету Продолжение следует... Полицейская операция в городе Термант. Подразделение полиции 29-го района прибыло на задержание основателей тайной секты, занимавшейся похищениями и проведением оккультных обрядов. Во время операции командование потеряло связь с группой, но вскоре получило запрос о помощи. Дочитать нам не дали. К сожалению. Фокс, как слышно? Группа на месте. Начинайте штурм. Но связь прорывается. Удерживайте шифт для бега. Сигма-1 на позиции, чистая вид наблюдения. Сигма-2 работаем. Захожу. Вот мы можем переключаться между видом от третьего лица и видом от первого лица. Я только что уже запускал игру, поэтому пару кнопок уже успел проверить, что как работает. Приближать, к сожалению, прицел мы не можем. Прицелится получше. Сразу же хочу заметить, вот что мне очень не нравится. Это я не понимаю, то ли это бак, то ли это что. Вот посмотрите на траву. Она как будто расслаивается пять или шесть раз. Наслаивается одно другое. Выглядит так плохо. Просто режет глаза. Вот лучше бы было вот, допустим, вот к этому деревцу, что это ель. Допустим, претензий никаких. Пускай вот такая графика будет. Но не вот такое. Вот, пожалуйста, ужасно, неприятно глазам режет. Просто режет глазам. Мы не можем прыгать, мы не можем приседать, мы не можем ускориться. Вот посмотрите на листья сверху. Можно даже посчитать. Раз, два, три, четыре. Четыре, по-моему, слоя один на другой накладываются как-то. Почему? Ужасно неприятно. Еще неприятно, смотрите, как светят лампы. Ай, как будто сварочный аппарат просто. Вот я не люблю такое. Зачем так ярко? Глазам больно. Просто больно. И вот какой-то, видимо, баг. Смотрите, тут вода что ли. Вот она двигается. Шедер двигается просто вместе с камерой как-то. И причем вода не сверху вниз течет, а снизу вверх. Я более чем уверен, что так быть не должно. Ладно, все, покритиковали и хватит. Давайте теперь, собственно, поиграем в игру. Я не знаю, что там будет происходить дальше, поэтому... Поэтому будем разбираться. Так, оружие, кстати, менять колеса... Чистое. Колеса мыши не работает. Можно нажимать на единичку. У нас есть ножик. На двойку у нас есть дробовик. На тройку у нас есть пистолет. Вот, все. Давайте пока что с пистолетом пойдем, что ли. Чисто. Почему субтитры такие странные? Говорит, принято. Продолжаю поиск. Вы можете ломать некоторые объекты, чтобы проходить ранее недоступные места. Какую кнопку это делать? Вот так ломать, какой кнопкой? Ой, кстати, кнопка Q, это у нас по кругу переключать оружие, да? Ладно. Ой-ой-ой, как здесь все мерехтит. Понятное дело, что игра делалась для мобильных устройств, поэтому графика соответствующая. Но только почему все так ярко, почему так мерехтит, это не связано с тем, для каких устройств игра делалась. Просто банально неприятно глазам. Больно. Ой, это лампочка, это вообще сварочный аппарат какой-то. Майк, прикрой меня, я смотрю вверх. Хатсон, а смотри, помещение. Принято. Раз, понял. Сменить оружие, перезарядить, атаковать. Стоп, а вот это можно? Атаковать, может быть взорвать вот это нужно? Достанет меня отсюда, нет? Так, прицелиться мы не можем. Что это там такое? Читать, читать, читать. Какой кнопкой читать у нас? Е, нет. Эф. Ага. Газета. Поисковая группа нашла одного из детей, пропавших месяц назад. 13-летняя Лаура М. бежала от похитителей и скрывалась в лесу. Ее показания могут сильно помочь следствию и вывести полицию на след злоумышленников. Я вот только не понимаю, почему показали управление для контроллера, для геймпада, то есть в настройках. Почему точно так же нельзя показать управление для клавиатуры? Мне сейчас наугад приходилось просто тыкать кнопки. Чтобы найти, какой кнопкой читать. Поднять ключ. Тоже АФ? Да. Хорошо. Открыть инвентарь. Я вот здесь показываю ту же кнопку. Ключ выбросить его можно. А зачем его выбрасывать? Как тут что-то прокручивать? Что это я делаю? Назад. А, назад там. Так, нам наверное сюда, а вот это куда? Или ты меня не пропустишь туда? Туда я не могу пройти. Значит, сюда. А, кстати говоря, игра поделена на главы. И сохраняться она будет тоже именно при переходе между главами. Мы вручную сохраниться не можем. К сожалению. К огромному сожалению. Что это такое? Ну, здесь какие-то сектанты жили и проводили какие-то обряды. Так, вот как сломать вот это? Может быть, ножом нужно? Да, ножом можно ломать. Все, понял. Мне кажется, ли там кровь, что ли? Ну, я вначале тут проверю все. Перед тем, как двигаться туда, где кровь. Так, тут просто стоят ящики. Это что? Как будто какой-то, я не знаю, портал. Что-то странное. Как будто какой-то неактивный портал. А если сюда? Тут тоже она заперта. Значит, только туда, где кровь. Ладно, пошли. Никого? Один из наших. Это Сигма-2. Нашел тело в подвале. Полицейский из первой группы. Не слышу вас. Прием. Что случилось? Может, вернуться к ним? Судя по всему, это и нужно сделать. За стенках сна. Тут, видимо, оккультизм какой-то. О! Тут вовсе дивизию. Что-то одни и те же книги. Не понял. Что за обряд? Мы же оттуда... Что это было? Ты чё, что за твою же дивизию? А почему здесь восстановились ящики? Я их ломал. Между прочим. Текстура сломалась. Ну, нам, видимо, туда нужно пройти. А что здесь за грохот был? Может, что-то произошло? Кто-то появился? Может быть, солдат встал? Я вообще-то в шутку это сказал. Я это в шутку сказал. Он правда встал. Так, подождите. Куда он? Подождите. А может быть, нам туда надо тогда? Ёки-палки. Меньше нужно языком махать. Сказал в шутку. Он правда встал. А чтоб ты был здоров. Слушайте, я теперь не знаю. То ли в портал мне идти, то ли сюда мне идти. Я сюда пойду. Опа, игра сохранена. Слушайте, подождите. Так, игра... Мне вроде говорили, что игра сохраняется между главами. Ой. Я думал, здесь закрыта будет дверь. Лучше была бы закрыта. Я думал, игра сохраняется между главами. Но нет, здесь... Может быть, я что-то перепутал. Ладно, сохраняется вот и хорошо. Так, надеюсь, здесь не будет лабиринтов. Потому что с лабиринтами я ведь не друшу. Патроны для Нгеллера. В общем, для дробовика. Так, а мы сможем туда пройти, если я вот это уберу? А нет, я не могу это убрать. Не понял. Ой! Твою дивизию, это что такое было? Это что такое? Это... Это какой-то светильник в виде головы, потом превратившийся в паука. Че это? Ну, слушайте. За дизайн вот этого противника определенно лайк. Разработчику. Это... Это что? Это что такое было? Я ожидал, что на меня, допустим, тот поднявшийся... Тот самый... Полицейский набросится, например. А тут я не знаю, что это. Как это обозвать, в общем, на меня кинулось. Слушайте, а по поводу портала. Может быть, мне нужно было в портал или нет? Да ладно, уже не буду возвращаться проверять. Вряд ли. Хочуха! Слышите, по-моему, еще там где-то. О, вон он. Да, твою же дивизию. Мне некомфортно, когда я не могу прицелиться. У меня привычка в любом шутере. Вот сейчас я даже понимаю, что я не могу прицелиться, но перед выстрелом зажимаю правую кнопку мыши. Это просто уже инстинкт, это просто уже настолько привычка. Сначала правая кнопка мыши, только потом выстрел. Без правой кнопки мыши никакого выстрела. Жесть какая. А, в смысле, подожди, я ключ не подобрал. А, и то я не ключ, то я патроны подобрал для дробовика. Тьфу ты. Я помню, что что-то я подбирал. Я тебя вижу. Сначала проверим тут. Нет, давайте тогда сначала тут проверим. Маленькая аптечка. Это мы с собой возьмем, или она нас, типа, лечить будет сразу? Ну, давайте поднимем. Так, а где ее посмотреть? А, вот она у нас при себе есть. Теперь хорошо. Можно ее применить. Хорошо, аптечка. Аптечка нам, я думаю, пригодится. Ой, я хочу сохраниться. Сохраниться. Мне прямо чешется сохраниться. Подождите туда-сюда. Так, прыгать мы не умеем. Нет, это без толку. Нам только сюда тогда. Что там? Звук какой-то. Что-что-что? Что-что-что? Они же не сверху на меня попадают, я надеюсь. Что за звуки? Что за звуки? Я боюсь туда идти, слушайте. Я не про вот эти звуки паучьих лап. Про вот это гудение или стоны, это или что-то такое. Это вот эти вот пауки. Черт. У меня патроны закончились на пистолете. Черт. Патроны закончились, слушайте. Что это за звук был? Слушайте, может они тут рождаются. Может надо... Может нужно вот это вот уничтожить? Стреляй, да стреляй, да стреляй, ты потом дальше зарядишь. Один патрон зарядил и выстрелил, все. Не надо сразу заряжать все семь патронов. Один зарядил, выстрел, один зарядил, выстрел. Это так делается, ты чего? Тебя же сожрут, пока ты будешь перезаряжаться полностью. Фух, елки-палки, хочу сохраниться. У меня чешется желание сохраниться, прям очень сильно чешется. Так, и я начинаю переживать, кстати говоря, по поводу патронов. Потому что я не думаю, что мы много навоюем с ножиком. Это что, ключи? Да. Стоп. Слышите? Что происходит? Что-что-что-что происходит? Где? Что такое? Сюда никто не выскочит? Елки-палки, я не удивлюсь, я не могу туда пройти посмотреть. Так, давайте берем ключ, отходим сразу, быстро. Отбегаем. Нет? Может это сверху кто-то там появился? Черт его знает. Игра сохранивания, пожалуйста. Я сейчас боюсь. Боюсь не только монстров, я боюсь проиграть. Потому что у меня проблемы с патронами могут скоро начаться. Ох, ты че такое? Это че? Вот это, вот это че? А че это такое? Че-то у него не то с руками, определенно. Че это? Бежит от него. Че такое? Так, ну он не может пройти через дверь. Слушайте, это нужно иметь в виду и использовать... 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 С умом. Этот, кстати, меня не видит, что ли? Вот лучше бы ты меня не видел. Я надеюсь, они не бесконечно там... Я надеюсь, их там ничего не рожает. Ну, один там еще есть. Это вот вы, мы и слышали. Это он тут ходит туда-сюда, туда-сюда. Ходят тут всякие... Открывай! Открывай! Повернись! Да какого черта! Как мне... Какого черта! Дверь открывалась? Он повернуться не мог. Открыл дверь, должен был повернуться. Нет, он смотрит, как дверь открывается. Кирки-палки. А я не понимаю, у нас, получается, цапнули или нет? У нас сверху две шкалы. Щит, что ли, и здоровье? Он черт его знает. Ну ладно. Здоровье еще не на нуле. Поэтому... Поэтому как-то живем. Как-то пока что живем. Но я начинаю волноваться по поводу патронов. Ладно, пока у меня есть патроны, я еще на что-то способен. Но если патроны закончатся, я не знаю, что делать. Вот там и стойте. Ёлки-палки, спотвокаспык были. Хорошо хоть не на голову. Шесть штук. Еще минус шесть патронов. Ёлки. Мы не подбирали? Нет. Я бы запомнил, если бы мы подобрали, потому что... Это что? Набор отмычек? Возьмем в хозяйстве. Пригодится. Мне бы лучше набор патронов. Потому что у меня осталось... На вот тех вот противниках, которые впереди, которого я слышу сейчас. Буквально на пару штук, наверное. Эй, как ты через дверь... Да умри ты. Черт. Четыре патрона на него ушло. Я думал, он не может через дверь пройти. А он прошел. Причем насквозь, в прямом смысле слова. Ты че такое? Че-то у тебя много... Гаваторук. Что там? Они там дверь открывают или что? Вау. Он исчез. Ёлки, ребята, я переживаю. У меня осталось почти ноль патронов. И как дальше проходить, я просто не представляю. Мы вообще их не находим. Ну, там есть товарищ... Нет, он умеет открывать дверь. Я думал, они не могут проходить через дверь. Нет, он может. У меня восемь патронов. Максимум на двух вот таких щек. Ой! Черт. Все, у меня четыре патрона на одного противника, и потом конец игры. Я так понимаю. Ну а что, ну с ножиком, что ли, его бить? Если ему нужно четыре выстрела из дробовика, то ножиком наверняка мы его... А не наковыряем. Терманский недуг. Отчет из Бёрдека. Людей мучают одни и те же кошмары. Участились обращения пациентов, страдающих от плохих сновидений. По заявлению врачей, описания снов странным образом сходятся между собой и напоминают видения душевно больных. Среди прочего, есть случаи галлюцинаций. Высокая фигура в плаще являлась пациентом, как продолжение дурного сна. Подождите, высокая фигура... Мы призрака видели с вами в самом начале в ролике, и потом перед нами появилось было... По-моему, как раз что-то вот в плаще. Стоп, подождите, а может быть там проверить, что за дверями? Нам, видимо, сюда нужно топать. Я хочу найти где-то патроны, потому что... Вот сейчас я очень переживаю. Так, это у нас что? Это патроны? Патроны для Бёрст-18. Это для пистолета, наверное? Да. Ух ты! Живём. Живём. Так, ну это... Это мало, это непорядок. Здесь вообще нельзя промахиваться, здесь нужно впритык. Ну, в смысле, патроны дают впритык, то есть. У меня оставалось четыре патрона. Да ёпереста, дверь меня напугала, толкнула меня. Опа! Стоп, слушайте, а если вот это взорвать? Вот это ж как раз вот там вот мы были. Да? Ведь так, ведь так, ведь так. А если... Подожди, я могу сюда? Ой. Я могу туда, лучше бы я не мог. Я бы пошёл бы обратно. Так, а чёрт, и присесть нельзя. Как мне оттуда попасть-то? Да, чтоб ты был здоров. Что, нет? Да ладно, я думал, мы себе проход откроем, хотя неизвестно зачем, но... Чёрт, два выстрела потратил зря тогда. Твою ж дивизию. Зачем было там ставить тогда этот бензобак? Если от него никакого толку. Игра сохранена. Кстати, почему-то визуально изменилась, между прочим. Цвета поменялись. Цветовая палитра. Тихо ты. Кстати, мне интересно. А здесь как будут главы распределены? То есть будет прям переход, загрузка какая-то? Или может быть вот эти сохранения, это и есть какие-то главы? Может они просто небольшие? Немалейшего понятия я не имею, ребята. Как там ярко? Я не понимаю, что там. Там настолько светло, что хочется просто одеть солнцезащитные очки или вот эту сварочную маску. Так, а здесь никого нету? Нету. Что у нас тут? Маленький инвентарь заполнен. Набор отмычек. Да выбросить отмычки аптечка важнее всего. Я ради аптечки выброшу все. Вот. Плевать меня на отмычки ради аптечки я все выброшу. Патроны. В смысле максимум? У нас максимум патронов для... А, это ж... Для этого самого, для дробовика. Подождите, а теперь взяли... Не понял. Взялись. То есть патроны можно взять, когда у тебя в руках оружие соответствующее. То есть я не мог их взять до тех пор, пока не взял дробовик в руке. Странно. Ну, в общем, нам дали запас патронов. Это уже хорошо. Но вот по поводу инвентаря. Вот это вот наш инвентарь, что ли? Мы взяли с собой две аптечки и все. А больше карманов у нас нет? Да я бы за пазуху себе бы накидал бы и патроны, и вот это все. Топмычки. Сколько они тут места занимают? Что за бред? Ну, ладно. Ради аптечек я выброшу все. Все, что надо. Даже оружие выброшу и патроны. Буду только с аптечками идти. Что поделать? Такова жизнь. Так, вижу, товарищи. Давайте отсюда... Есть ли смысл отсюда стрелять? Или потратим патроны? Видимо, есть. Шесть патронов. Тут патроны на вес золота. Стоп, это что там? Там его взорвать можно было. Ну, конечно, это если подойти близко. Это кто уж об этом знает, тот да, может взорвать. Но в этом нужно знать заранее. Еще ходят. А мне туда надо? Там что-то есть. А там перегорожено. Я туда не попаду. А вот это тогда зачем вниз сюда спускаться? Тот меня... Стоп, может мне туда надо? А зачем спускаться вниз? Так, ну если он меня сейчас увидит, пойдет сюда, то я его взорву. Там еще один. И там вроде подъем куда-то есть. Ёлки-палки. Я ненавижу такие ситуации. Я не знаю, куда идти. Ладно, идем сюда просто потому, что здесь противников нет. А хотя, может быть, там ловушка. Я спущусь, на меня со всех сторон побегут. Черт его знает. Надо мне туда, не надо. Полезли. Что такое? Черт, кто? Ну я же сказал же. Побегут. Черт. Черт. Что это? Возьми. Побежали. Элементарь расширен. Что это? Я расширение взял для элементаря или что? Полезли. А что там? А, это точка в смысле использовать. Ё-по, раз это напугали меня. Но я чувствовал подвох. Чувствовал, что ловушка. Так, подождите. Может быть, это было... Так, давайте отойдем отсюда. Хотя... Нет, патроны тратить на них я не буду. Их много там. Там реально много. Фух. Так мы расширили инвентарь на одну ячейку, да? Так, подождите. Давайте пойдем, во-первых, возьмем отмычки. А может быть... А может быть, вот это вот место было... Это исключительно для расширения инвентаря. То есть... Скажем так. Ради плюшки. Не обязательно. Ну а теперь вопрос, куда мне налево или направо. Вот этого бы приманить левого сюда, чтобы его взорвать. Вон он. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Меня заметил, да? Нет, он меня не заметил. Он просто порычал. Вот этот вот. Иди сюда. Вот, хорошо. Сэкономил. Несколько патронов. Так, ну я пойду влево сейчас. А здесь перекрыто. А тут... Черт его знает. Может быть, сюда мы потом пойдем. Открыть нужно. Твою ж дивизию здесь заперто. Придется с тем разбираться. Давайте... Дробовик возьмем. В таком случае... Тут его никак не взорвать. Так что придется... Придется стрелять. Хорошо. Кстати, а что если ящики разбить ножом? Может быть, из них что-то может выпасть? Хотя вряд ли. Ну давайте попробуем. Ну нет. В ящиках ничего нет. В коробках. Так, я сейчас смогу взорваться. Неаккуратно ударю. Что? А это что за дверь? Набор отмычек. Не надо, у нас уже есть один. Ничего не вижу. Так, не, ну прыгать мы не умеем. Поэтому даже пытаться не буду. Ничего туда сделать. А зачем нам отмычки? Что нам открывать отмычками? Может быть, потом что-то будет. Черт его знает. Нет, твою дивизию. Кто? Да твою дивизию. Да что ты так... Суки такие сдаешь. Я ж боюсь. Так, ну хоть на одном сэкономил патронов немножко. С помощью взрыва. Черт, я во что-то тут уперся. Кто пал назад? Что-то... Что-то уперся. Зацепился за что-то. Ремешком каким-то зацепился. И все. Патроны... А, нет, можно брать патроны, и когда в руках пистолет. Вот сейчас получилось, в тот раз почему-то... С 20-й попытки патроны подобрались. Ничего, патроны это очень-очень-очень хорошо. Очень хорошо. Вот давайте немножко с дробовиком и походим тогда. Хотя, если будут пауки, то выгоднее будет тратить патроны пистолетные. Еще патроны? А у нас сейчас максимум получается, да? То есть максимум 40 можно. Окей, запоминаем. Вот здесь патроны. Это очень-очень важный ресурс. Запоминаем. За ними потом нужно обязательно вернуться. сюда будет. Так, это пауки. Где они? Где они? Слышу ведь. Что за... А, они там. Я понял. Там и тварь там. Жуть какая. Перепрыгнуть. А, сейчас перепрыгнуть. Подожди. Перепрыгнуть. Сначала... Я вот осмотрюсь, куда прыгать. Вон еще пауки я вижу. А они что, пока не упадут, они бессмертные что ли? Э, так не честно, слушайте. Что за... Там еще этот... Засранец. Ты чё, живой? Ты чё, живой? Четыре выстрела понадобилось на него. Там эта штука, которая рожает пауков. Просто я понял. Нужно с ней разобраться быстро. Где она? Ой, другая оружие. Как туда попасть? Вот эти полки. Чертва, они там рожаются. Где эта штука? Куда? Ужди, вези уж. Вот эти сейчас попрыгают. Да, еще один ползет. Так, чтоб ты был здоров-то. Подойти туда не могу. Чё, что-то упадет сейчас. Как мне? Так, есть, с этим разобрался. Тот спокойно стоит там. Пускай стоит. Черт, тут еще паук. Да, ёлку. Да, твою пилицию сейчас все патроны выстреляют тут. Да чтоб ты был здоров-то. Как сюда попасть-то? Я не понял. Это что? Может, мне сюда не надо, потому что я не могу туда попасть. Слушайте. Еще один, да? Да вы шутите, сколько вас тут? Да, пауки. А, много. Да. Да вы что, бесконечная. Бесконечная. Прыгни. Не хочет прыгнуть. Да ёпорос, это бесконечные противники. Что может быть хуже? Что делать надо? Я не понимаю. Еще два идут. Вот и плюс паук. Ничего не понимаю, что делать. Ребята, у меня сейчас патрон закончится вообще. Куда? Бежим сюда. Куда-нибудь. Я не знаю, куда. Что у нас тут? Инвентарь заполнен, ключи. Не надо мне включить. Я не буду выбрасывать. А стоп, у меня есть что-то, кроме аптечек. Подождите. Ай. Да, твою динамику. Я не могу одновременно истражаться, и открывать инвентарь. Черт. Ничего не получается. Мне надо выбросить. Что там? Отмычки выбросить. Выпрыгнили. Ой, жесть какая. Так, отмычки мы больше вообще подбирать не будем, потому что толку от них. Они занимают место. Ой, фух. Что за бред? Слишком много противников. Я ничего не успеваю. Я пытаюсь открыть инвентарь. Вместо этого у меня открывается оверлей Стима. Его ПРСТ. Паук вообще сломался он. Так. Правильно, давайте все патроны потратим. Кто сдохнет тут? А что бы ты был здоров? Вот. Что с ним сделать, чтобы он сдох? Правильно, теперь он меня будет убивать. Конечно. Быстро сюда. Быстро. Давай, открывай. Бегом туда. Открывай быстрее. Побежали. Побежали. Меня уже грызут сзади. Что такое? Поднять чего? Чего поднять? Бронепластина? Это типа что? Нам броню добавило ли что? Понять они не что-то бронепластина дают. Вот она. И что? Что с ней сделать? Использовать. А, это нам восстановило броню нам. Балки, игра. Я хочу сохраниться. Пожалуйста, сохрани меня. Пожалуйста. Это что? Это почитать можно. Непонятные звуки и громкие голоса на окраине города беспокоят сон граждан Термана. Шум, по их мнению, доносится из старых покинутых домов возле лесополосы. А в связи с постоянным исчезновением детей в этих местах, полиция решила осмотреть подозрительные дома, где обнаружила множество книг по эзотерике. Похоже, здесь образовалась некая секта. Похоже, здесь образовалась некая секта. Фух. Так. Окей, а вот это что делает? Тогда я думал, мы сломаем деревяшки, а вот это откроет дверь, рычаг. А, вон там, да-да-да, там же есть решетка еще. Вот. Может, нам стоит подлечиться? Я не знаю, сколько обтечка дает, здесь не написано, сколько она восстанавливает. Если она восстанавливает до максимума здоровья, то лучше тогда пока что придержать ее. Что это было? Это нас переместили куда-то. Но даже не было надписи, что игра сохранилась. Большая. Подождите, а в чем разница между маленькой и большой? Черт вас, так, да давайте маленькую мы используем. Нет, она не полностью восстанавливает, но довольно много, где-то процентов. А я не помню, насколько длинная у нас вообще была эта полоска. Она была длиннее, чем щит, так что толк умный сейчас гадать. Я не могу сказать точно, сколько процентов восстановила нам. Я слышу, слышу, уже здесь опять шагают тут. Где-то... Где-то там, за стеной. Может, это бывшие сектанты мутировали, превратились. Черт их знает. Добавлены патроны для пистолета. О, хорошо. Это что? Новое оружие нам не добавили. Черт его знает. По-моему, пистолет тоже был. Стоп, кстати, по-моему, где-то там я пропустил. Между прочим, оружие там было. А как туда попасть? Не, я не вернусь. Черт вас два. Черт вас два. Еще не все. Еще слышу, шагает где-то. Так, кажется, все. Кажись, затихли. Что? У вас нет такого оружия. Такого оружия у нас нет. Между прочим. Но зато у нас есть дробовик. Пока у нас есть патроны для дробовика, живем. Туда. Иди сюда. Что тут? Не вижу, но давайте проверим. Ну, не понял. А это куда? Стоит ли мне туда лезть? Я что-то переживаю. Подождите, посмотрим, что тут. Вот это что? Маленькая птичка. Она что-то себе есть. О, кстати, место есть. Бери вам птички. Это святой этот. Это куда? Куда перепрыгнуть? Я сейчас если припрыгну, я упаду. Если я перепрыгну, то хана. Может быть, мне нужно как-то... Может быть, мне как-то нужно где-то что-то активировать, чтобы вот эта штуковина вот... Или тут еще поднялось вот так вот вверх, чтобы это не было... Потому что если сейчас я прыгну, то хана. Как вообще можно было это под землей вот здесь вот незаметно создать в лесу? Вот такие вот штуковины. Это же не то, что тут краны. Тут столько спецтехники должно было приехать, чтобы это все создать. Незаметно. Это просто невозможно сделать. Паук. Нет. Черт, я что, помню твою дивизию? Блин, нет. Это что? Я не буду лечиться сейчас. Мне лучше перезагрузить сохранение как-то. Ну вот это из этого паука вот такое я не люблю. Такое я не люблю. А где меня сохранили? А, нас сохранили там. Подождите, это мы где? Это перед тем, как я полечился. Вот тут вот, да? Ага, я... О, стоп, еще тут патроны есть, оказывается. Спрятались. Между прочим. А я их не видел. Стоп, слушайте. Если нас здесь сохранили, то, наверное, давайте мы здесь с вами уже на сегодня прервемся. И подведем итоги по поводу этой игры. Игра на самом деле довольно любопытная. То есть, мне любопытно узнать, что же здесь произошло, что это за секта, почему людей похищали. И самое главное, что это вообще за монстры. А по поводу геймплея, ну ничего особенного здесь нет. Скажем так, игра разрабатывалась для мобилок, поэтому здесь механика только самая-самая базовая. Просто нажми на кнопочку, чтобы выстрелить. Мы даже прицелиться не можем. Мы не можем прыгнуть, мы не можем присесть, мы не можем... Да, в принципе, ничего мы не можем. Только одной кнопочкой можем взаимодействовать. То есть, стрелять, ну, либо бить ножом. Мне не нравится то, что у нас нет места в инвентаре. Я ненавижу менеджмент инвентаря. Просто вот-вот я ненавижу менеджмент инвентаря. Для меня в аптечке, допустим, важнее всего. Вообще, как можно, допустим, выбросить аптечку, чтобы взять что-то другое и так далее. Менеджмент инвентаря, вот-вот я, я просто ненавижу. И мне нравится, как игра выглядит. То есть, слишком много всего вот блестит, мерехтит, слишком ярко. Вот сейчас, смотрите, вот я посмотрел на пол. Вот пол сейчас как будто он горит, как будто раскаленный. Настолько он яркий. На лампочку прямо смотреть вообще невозможно. Глаза начинают болеть просто. Как-то, ну, зачем настолько яркость вот выкручивать. И всякие другие еще моменты есть, которые тоже немножко, ну, просто вот, неизвестно, зачем сделано настолько. Но в целом, в целом, довольно любопытная игрушка. И я вот думаю, если я смогу выделить время, то, возможно, и дальше мы ее тоже с вами пройдем. Зависит от того, смогу ли я время на это выделить. Я подумаю насчет этого. Но пока что на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова